Дорогие соотечественники, наша передача, наша программа называется «Позиция». Что означает «Позиция»? «Позиция» означает твой личный, конкретный взгляд на этот мир и на то, что в нем происходило некогда, и на то, что происходит сейчас, и на то, что мы ожидаем в будущем. Именно поэтому в эти дни, когда праздновались два празднества. Первое – Великое Объединение, Великое Унире и мало-менее известное кому событие – день, когда была впервые создана Молдавская Демократическая Республика. Причем, что интересно, эти два дня по календарю, они отличаются всего лишь расстоянием в 24 часа. И вот смотрю на комментарии зарубежных аналитиков, одни говорят, ну вот, вся Молдавия и левая, и правая, и оппозиция, и правительство, все празднуют праздник объединения с Румынией. Ну ладно, это люди, как говорится, за границами нашими, и они могли спутать эти два праздника, которые диаметрально противоположны по моему смыслу. Если день создания Молдавской Демократической Республики – это один из дней, один из символов нашей государственности, то, естественно, что день создания Великой Румынии, когда, между прочим, тот же самый свартуцерий, который декларировал создание Молдавской Демократической Республики, он же ее позорно сдал соседнему государству с речь Румынии. И вот эта каша, эта путаница в головах и в понятиях, порожденная, как всегда, как говорил знаменитый маймонит Пелосов, невежеством людей, требует, безусловно, того, чтобы в этом мы разобрались. Потому что, с одной стороны, мы слышим такие аргументы, кто все эти свартуцерий, предатели, сдали страну. А, скажем, унионисты говорят, так вы сами вот признаете компетентность этого свартуцерий, но они основали эту республику, они ее и сдали, что хотели, раз легитимны. И вот для того, чтобы в этих всех перлах разобраться, для того, чтобы позиция у всех была четкая и ясна, мы пригласили сегодня одного из лучших специалистов у нас в республике в этих вопросах, декана, пригласили ученого, доктора наук исторических, и во всех отношениях очень опытного государственника, я подчеркиваю. Потому что, если человек государственник, он по государственному изучает свой предмет. Итак, Виктор Степанев. Добрый день. Рады видеть. Что можно сказать вот на этот яролаж, эту путаницу в умах и головах? Ну, я думаю, что вы какие-то акценты хорошие, интересные поставили, и очень верные, как мне кажется, потому что надо признать, что эта проблема сложная в восприятии, и она сложная еще с точки зрения того, что она постоянно подвергалась вот такому геополитическому влиянию. Геополитическому влиянию. Пока был Советский Союз, молчали о 17-м веке, о 17-м годе, потому что, безусловно, что советская власть и большевики, и тот строй, они пытались убедить молдаван и мировое сообщество, что здесь была установлена советская власть. А после 90-го года, после 91-го года, когда влияние уже Румынии на нашу общественную жизнь, на интеллектуальную жизнь, значит, республики... Конъюнктура, так скажем, изменилась. Конъюнктура поменялась. Да, изменилась конъюнктура. Эти события интерпретируются только в интересах Румынии. В интересах вот то, что на втором этапе там эта республика исчезла, и вроде они проголосовали за объединение. Историкам, и особенно нам всем, я говорю руководителям страны, я говорю интеллигенции, я говорю тем людям, которые занимаются образованием в нашей стране, надо разобраться в этих вопросах, потому что так или иначе мы должны себя понимать. Сейчас реально на столе студента и школьника, и преподавателя, значит, лежат учебники истории Румынии, где интерпретируется антимолдавский, то есть против молдаван, антигосударственную, значит, историю вообще молдавского народа, молдавской государственности в 20 веке, особенно в 20 веке. То есть то, что прожили наши деды, наши прадеды, наши родители, это все фалсифицируется, при том это делается... — Наша победа в Великой Отечественной войне — это поражение. — Безусловно. — И все, вверх. — Что такое Молдова по меркам вот этих фальшивых источников, историков? Это советский проект, это родилось в результате... — Сталинская химера, как говорили. — Пакта Молотова-Риббентропа, молдавский язык есть создание Сталина, значит, Молдавская республика есть создание Сталина, поэтому здесь молдаване вроде не участвовали в этом, они этот проект должны завершить и объединиться с Румынией. — Да и вообще такой нации, как Молдаван, нету... — Вот об этом. — И все. — События 100-летней давности, 1917 года, когда в результате вот этих русских революций, в результате, значит, этой Первой мировой войны развалилась, значит, Российская империя. Нужно сказать, что это такой поворотный пункт в истории очень многих народов. — И не только на дна, Османская валится, Австро-Венгерская валится, да там в Европе... — Это был такой объективный, надо сказать, процесс. И самое интересное, что уже после февральской революции появляется Временное правительство, происходит демократизация вообще России, политическая демократизация такая. Появляется огромное количество разных партий. И надо сказать, что за что ратовали основные партии? Партия социалистов-революционеров, партия социал-демократическая, партия кадетов. Они так или иначе ратовали за демократизацию, за превращение России из монархии в республику. — То есть это слово «демократия» было ключевым в то время? — Да. Проблема мира, проблема республики, проблема учредительного собрания, — Земли. — Проблема земли. Крестьянский вопрос. Так вот эти 4-5 вопросов, они были, надо сказать, на повестке дня почти всех партий. Другое дело, что каждая из этих партий по-разному трактовала. И нужно сказать, что, кроме этого, это большая политическая ломка этой страны, большой бывшей российской... — Ломка сознания целого народа. — Безусловно. Происходило еще, что самое страшное, что было в условиях этой войны Первой мировой. Ведь получилось так, что лидеры сначала, временное правительство обещали народу, что они остановят эту войну, что Россия выйдет из войны. И вот в течение марта и половины апреля они еще думали, но на них очень сильно давило, значит, руководство Антанта. То есть это Франция, Великобритания и так далее. И в конце концов, правительство Львова, то есть он был во главе сначала этого временного правительства, они решают продолжить войну. И надо сказать, что это на армию повлияло очень отрицательно. Что такое представляла собой российская армия в то время? Это почти 5 миллионов солдат на фронте. — Большинство крестьян? — Абсолютное большинство. Около 88-90%. — Как и состав населения приблизительно. — Конечно, конечно. А для крестьянина было важно, что ему партии начинают обещать землю, решить земельный вопрос, потому что в России так или иначе большей части крестьянства все-таки много земли не имело. То есть они имели иногда где-то полгектара, гектар и так далее. На этом гектаре невозможно было накормить семью. Поэтому они потрачили. И они надеялись еще... — Мечта любого... — Да. — Одну секунду. Вот мой дедушка, если вот что нашим дорогим соотечественникам было понятно, на конкретных. Я надеюсь, что и у тебя тоже. — Да. — Я знаю, что мой, например, дед только об одном мечтал о земле. — Да. — Вот тут были румыны, и он мечтал о земле. Я надеюсь, что и твой... — Нет, ну я помню дедушку, это еще в 60-х годах, и он с очень большим сожалению говорил о том, что пришлось сдать землю, значит, в колхоз, что они только-только купили, и у них там были где-то около пяти гектаров. — Мечта сбылась, да. — И вдруг, и вдруг, вот, пришла советская власть и так далее. Ну, не очень сильно он сожалел, но он все-таки, я видел, что он где-то так... — То есть в те времена, как мы говорим сейчас о 17-м годе, — О 17-м годе. — Это ключевой, кей, ключ, год-ключ, о котором мы говорим, значит, ситуация была так, значит, царь, значит... — Ушел. — Ушел, уходит. — Да. — Народ начинает думать, так нет царя, значит, можно все, а тогда, может, и Бога нету. — Ясно. — А тогда рви все, и вот тогда все интересы начинают резко вскипать. Плюс война идет убойная, убийственная. — Да, демократизация. — Да. — И тут ибо... — Я вам скажу, что... — Сложный процесс. — Для армии, для армии, очень сложным процессом было еще то, что появился так называемый приказ номер один, где разрешили демократизацию армии, то есть где... — Бардак в армии. — Сняли погоны, офицера можно было избрать. — И убить. — Появились комитеты. Да, если они не подчинялись Временному правительству или не подчинялись этим солдатским комитетам. — Помнишь, когда не кого-нибудь, а начальника генштаба, штаб к Духонину, вот раз... — Да. — Убили, растержали человека. — Огромное количество. И давайте посмотрим, что делают вот эти 3-4 партии основные. Партия социалистов-революционеров, которая сыграла, надо сказать, имела самый большой авторитет в обществе после февраля. — Потому что они обещали землю. — Они обещали землю и демократизацию, учредительное собрание, то есть и создание федеративной России. А это было, как говорится, значит, было сделано навстречу почти всем народам, потому что на перифериях и украинцы, и азербайджанцы, и грузины, на Молдаване... — Все граждане тогдашней Российской империи... — Безусловно. — ...имелись в виду. — Хотели автономии, хотели свободу, хотели федерации. На начальном этапе, хотя бы, надо сказать так, это март, апрель, май, май месяц, до мая. И вот эти 3 месяца, факт, что Временное правительство обещали остановить войну, но не сдержали обещания и продолжили войну. Да, это было. Потом проблема земли, они говорят, мы это решим только после учредительного собрания. То есть надо было солдату дать ответ в течение нескольких недель, месяцев. — Что будет? — Что будет. А здесь политические партии, кроме двух, кроме социалистов-революционеров и большевиков, они ничего ясного, внятного не объясняют. Поэтому социалисты-революционеры, нужно сказать, авторитет пока еще сохраняли. Пришел потом Керес. — И он был гораздо больше, чем у большевиков в то время? — Безусловно. Это самая мощная партия была. — Говорят, большевики заимствовали тезисы о земле. — Особенно по земле. В последний момент они перехватили программу. И многие лозунги, потому что эти партии, безусловно, соревновались. Большевики были более радикальны. — И решительны. — Да, полной национализации. Но надо сказать, что они были сильны только в Петрограде, в Москве, в некоторых больших городах России. На перифериях большевистская партия была еще очень слабой. Здесь социалисты-революционеры. Потому что эта партия действовала, надо сказать, с 1906 года, с Первой Государственной Думы. Они действовали очень активно. И когда пришел на повестку дня, стал вопрос о учредительном собрании, эта партия реально боролась за то, чтобы иметь большинство в учредительном собрании. — И реально имела влияние. — И имела. — На тот момент. — Притом на фронте они попытались объяснить, что да-да, мы попытаемся войну закончить хотя бы до учредительного собрания. То есть сначала они обещали, что мы остановим сейчас, а потом они говорят, вот до учредительного собрания, потом мы остановим. Но надо сказать, что после марта 1917 года у российской армии уже на фронтах буквально не было никаких больших сражений. — Пошло разложение. — Пошло разложение армии. Появляется комитет, значит, разрешили демократизацию комитета солдатский, притом на национальной основе, на национальной почве. — Это опасно. — Но они появились. Давайте посмотрим, что происходит здесь у нас в Бессарабии, то есть у нас, значит, на территории. — Как отражение процесса во всей империи. — Конечно, конечно. Здесь из Бессарабии было мобилизовано на фронт, и в этих резервных войсках более 300 тысяч солдат. На 2,6 миллиона человек, я вам скажу, что это... — Огромная сила. — Это очень большой процент. — Огромная сила. — Вот есть историки российские, которые... — И большинство крестьяне, опять же. — Абсолютное большинство. — Молдавские крестьяне. — Конечно. Часть интеллигенции, но большинство абсолютно было крестьяне. Рабочих тоже было очень мало, потому что у нас прослуживание только рабочих было слабо и здесь. И надо сказать, что когда появились комитеты, особенно национальные, первые начали их создавать, поляки, значит, грузины, украинцы здесь, на юге, особенно в Одесской регионе, значит, в Одессе, в Симферополе, в Новороссийске. Потом они появляются и в Кишиневе, появляются, значит, здесь в Ясах. — Евреи, бунтовцы, да, тоже самое, как и поляки. — Когда появляются эти комитеты, значит, украинские, они появляются прямо в марте, в конце марта, уже начиная с апреля месяца появляются эти комитеты солдатские, понимаете как? Молдавские. Украинцы требуют автономии для Украины, а молдаване тоже говорят, слушайте, а мы кто такие? — Раз в Киеве там идет, то и в Кишиневе. — Украинцы собирают первый военный съезд и создают центральную раду, то есть они создают временный парламент Украины, Украина. — Параллельный процесс идет и в других провинциях, национальных, в том числе Бессарабии. — Да, да, да. — 17-й год на дворе. — Конечно. И в данном случае молдаване на фронте начинают спрашивать, а мы кто такие? Мы бессарабцы, но это наше чужое имя. А мы, в принципе, молдаване, мы откуда приходим? Это Молдова, это Штефан Чалмари, это бывшая наша история. — Потому что в селах никто себя бессарабцами не называл. — Молдаванами назывались. — Молдаване, все. — Большая часть. — Я же их молдавские, молдаване. — Конечно. Особенно села были полностью молдавские. В городах население было смешанным. И молдаване, и евреи, и русские, и украинцы, и все. А вот в селах особенно это были молдаване. И на фронте они начинают брать пример с украинцев. Поэтому надо сказать, первые комитеты создаются молдавские, значит, в Одессе. Там устраиваются несколько раз очень большие шествия, митинги. — А там и улица Молдаванка. — Да. — Участвовало от 10 до 60 тысяч солдат. Вы понимаете, вот наши резервные войска из Молдаванда, их около 160 тысяч, они находились именно в этих местах. — И это огромная политическая сила. — Безусловно. Поэтому все партии, и большевики, и социалисты-революционеры, и появляется первая молдавская партия, молдавская национальная партия, они пытались влиять на эти комитеты. И вот солдат, что пишет домой, молдаванин пишет. Вот у нас был на комитете выступал большевик. Мы слушали, вот он нам понравился. Потом пришел социалист-революционер. Вроде тоже хорошая идея и так далее. И так далее, и так далее. Вроде вот тоже хорошо. Мы вот смотрим две партии, хорошие и наши. Но самое интересное, вот пришел еще молдаванин наш. Он говорил с нами на молдавском языке. Он говорил и на русском, но и на молдавском. И он тоже обещал нам землю, молдавский язык. Он обещал нам... — Но это наш. — Это наш. И вот мы вроде хотим... Большевик сказал, что надо закончить с этими буржуями. И мы вроде согласны. Потом пришел социалист-революционер. — Да, социалист-революционер говорит, что они нам дадут землю, и мы рады. И молдаванин тоже обещал, что дадут и землю, и школу, и молдавский язык. — Но к тому же он был наш. — К тому же он был наш. И поэтому неудивительно, что комитеты молдаван, они склонились на стороне этой молдавской национальной партии. И уже начиная с мая месяца... А что происходит в мае месяце? В конце мая месяца создается Рада на Украине. И Рада на Украине в начале июня, они принимают решение, объявляют создание автономной Украины. Автономного государства украинского. И здесь молдаване вдруг говорят, слушайте... — А почему бы и нам не пойти по этой схеме? — Срочно надо бороться тоже, чтобы наша Бессарабия, давайте мы ее назовем лучше Молдовой, превратить ее тоже в автономию. Да, мы не уходим, мы не сепаратисты, мы не уходим из России, мы остаемся в составе России. Но вот мы должны эту Молдову, нашу республику создать. — Сформировать. — Образовать. — Как бы новое политическое образование. — Новое государство, да. Что делает здесь власть в Бессарабии? Власть в Бессарабии — это губернский комиссар Мими. Он воспринял так и так, значит, не очень внятно эти все новшества, связанные с временным правительством. Но потом он уходит в отставку, и приходит другой молдаванин, такой русифицированный, значит, Кристиан, не Валерий, а Владимир Кристиан. — Владимир Кристиан. — Владимир Кристиан. — И он становится представителем Санкт-Петербурга, Петрограда. — Да, он является губернским комиссаром временного правительства. И когда он пришел уже реально к власти и так далее, он видит определенную эту анархию. Потом он видит, что солдатские комитеты тоже блуждают. Потом он видит, что состоялся съезд кооператоров, состоялся съезд крестьян, состоялись и съезды учителей, потом и съезды церковников. — То есть мощные общественные движения пошли. — Да, и все требуют, чтобы навести порядок. С одной стороны, создать временный парламент, они называют его, кто Верховный Совет, кто Краевой Совет, кто Сфат Церий, кто Консилиум. — Его слово «Сфат Церий» победило. — Появляется, появляется. — Но оно тогда понималось совсем по-другому, чем спустя полгода, когда сдали страну. — Оно появляется как орган. — Там были другие люди и другие тенденции. — Сейчас мы... — Вот это очень важно. — Это очень важно. — Трансформация. — Это очень важно понять, что получается. И Кристиан, видя, что начинается дезертирство в армии, многие солдаты переходят линию фронта, пруд... — Это еще огромная масса крестьян... — Анархия начинается, кроме... — Вооруженных. — Притом вооруженных, вы правы. И крестьянские где-то бунты начинаются в августе, в юле, в августе месяце. И здесь он что решает? Он решает собрать все партии, значит, которые действовали в Бессарабии. Представители всех организаций, всех этих слоев общества. — То есть вот этот самый Кристиан, уполномоченный от Петрограда, то есть от всей страны, он собирает режим... — И начинает обсуждать, что мы будем делать, если Украина стала уже автономной страной. И они там принимают решение. И кроме этого, я вам скажу, какой здесь еще момент был. Украина не просто объявила об автономии, но Украина объявила претензии на юг Бессарабии, на Килию и на Читате Албы. — Измаил, Белгород-Днестровский, то есть юга. — Да, это они вроде начали... — Кстати, не забываем, что Хатин, Черновцы и юг по, так сказать, имперскому, по-царскому, они входили в эту область, которая потом станет Молдовой. — Да. — Но успели оттяпать и северную часть, и потом южную. — Ну, это проблем таких было очень много в 20 веке. — А сейчас мы как бы... — А мы говорим о 17-м годе тогда. — Да, да. И вот Кристия собирает, не просто собирает эти партии, но они решают на этом совещании большом отправиться в Киев делегацией, объявить протест этому украинскому правительству, сказать, что мы власть в Кишиневе, что мы хотим создания Бессарабской или Молдавской республики. — И не позволим оттяпать эти земли. — Больше того, если вы с нами не соглашаетесь, не хотите и так далее, мы тогда отправимся в Петроград. — То есть украинцы не лучшим способом поступали? — Делегация отправляется в Киев в 25 июля, а в 27 июля они попадают к Керенскому уже в Петрограде. И надо сказать, что Керенский их послушал и говорит, конечно, мы эти вопросы решим после учредительного собрания. Но если украинцы хотят у вас это и так далее, тогда давайте создавайте вы тоже какую-то автономную власть там. То есть буквально Керенский дал это согласие. Я проверял по многим источникам. — Очень интересно. — Да. И нужно сказать, что я действительно нашел и в воспоминаниях Инкульца, и в воспоминаниях Пынти, и в воспоминаниях Пеливана, и в воспоминаниях Кристи. — Да. У молдавских историков, да, вот у Андрюшака, у Левита и так далее, эти все моменты есть. То есть действительно он попал к Керенскому. — И Керенский благословил. — Он благословил. После этого уже появляется Центральный военный комитет опорой для этого Кристи. И Кристи, надо сказать, не только военный комитет, не только какие-то, Молдавская национальная партия, но именно губернский комиссар Кристи Владимир участвовал очень активно. — Представленник Петрограда, представитель Петрограда и Керенского. — Да. Временного правительства и Керенского. Они участвуют в создании, надо сказать, в учреждении этого военного съезда. Собирается военный съезд в Кишиневе. — То есть, внимание, крестьяне, пришедшие из фронта, вооруженные. — Конечно. — Это была основная политическая сила на тот момент. — Конечно. И они что объявляют? — Автономия для Бессарабии, создание Временного парламента, чтобы он управлял нами, чтобы он подготовил выборы к учредительному собранию Молдовы. — Кроме этого, значит, проблема земли, проблема молдавского языка, школа национальная, чтобы была молдавская. И, значит, чтобы документация в нашем государстве велась в первую очередь на молдавском, а язык русский будет нейтральный. То есть, он будет. — Как бы межнациональное в общении. — Межнациональное в общении. То есть, те идеи, которые даже содержат сегодня, вот конституционисты заметили, то, что идеи, которые содержат нынешние конституции, они буквально были тогда в 2017 году. — Виктор, еще один очень важный вопрос о легитимности. То есть, степень легитимности этих крестьян, пришедших с фронта, которые составляли основную массу населения, причем это национальный, так сказать, элемент и все такое, он говорит, хотя фамилии у них были и русу, и казаку, и сырбу, и татару, и так далее, мы же национальные. — Значит, уровень легитимности, внимание, не на момент, когда они начудили то, что они начудили, а на этот уровень легитимности был огромный, высочайший. — Огромный. И надо сказать, что Левит, вот историк Левит, значит... — То есть, уровень легитимности был высочайший. — Который рассмотрел эти все вопросы, надо сказать, досконально. Вот у него две книги, именно по Молдавской республике 2017 года. Вот, все это движение за автономией... — То есть, это одна из лучших литератур, что в мире есть на сегодняшний момент. — По Молдавской республике 2017 года. — Лучше в мире ничего нет. — Это лучшая работа, потому что она основана на документах, на огромном количестве документов. Все остальные и другие работы тоже важны. Вот они появились. С Фатуцирии, вот с Академией наук, да. Вот. Есть Василий Стадий, который очень много об этом написал. — Я думаю, что Левита трудно обвинить в каких-то националистических постановениях и так далее. — Это точно. На 100%. — Вы задали очень вопросы интересные по легитимности. — Да. — Давайте скажем так. Вот историки, политологи, специалисты в праве, они единственные специалисты, которые всегда изучают этот вопрос суверенитета народа, легитимности и так далее. Тех органов власти, которые создавали. Во время революционных событий говорить о легитимности очень сложно. Потому что обычно революционные власти приходят во власть не через выборы. — Она нелегальная, но мы говорим о легитимности. Это разные вещи. — Ясно. И насчет легальности. И насчет легитимности всегда во время революционных процессов есть проблемы. — Конечно. — Большие. — Легальность рушится, легитимность непонятно что. — Да. Вот спор, который у нас идет 27 лет. — Значит, просоветские историки говорят, свату цели не был легитимным. Его никто не избирал. Вопрос. А Советы кто избирал? — Вот именно. — А Временное правительство кто избирал? — В Питере том же и везде. — А этот Совет, Петросовет, который в 25-го числа ночью взял власть и так далее. Кто избирал? — То есть их никто тоже не избирал. И любая рада на Украине, значит, в Польше, в других местах, сеймы в то революционное время создавались сначала как предпарламента. — А вот Майдан в Киеве. Кто там что избирал? — Конечно. Мы видели это на глазах в 2014 году. Вы видели, как произошла эта ломка власти и так далее. Или даже, ну, не будем касаться... — И самое смешное, что там Погорел Янукович, будучи не только легальным, но и легитимным президентом. — Кроме этого, надо сказать историкам советским, я всегда их направляю, говорю, читайте книгу Левитта. Если вам не нравится, как толкует это Стати или Степанюк... — Их можно в каком-то молдавском... — Можно обвинить. Вот читайте книгу... — Еврей Левитт не националист. — Он пишет очень ясно, что советы были слабыми, что у них не было возможности у этих советов власть врасть, что такие советы, хотя в советское время мы изучали, что почти во всех населенных пунктах были созданы советы, но по-настоящему советы были только созданы в 17 городах. То есть мы не имели крестьянских советов. По сравнению, например, с Украиной, с Белоруссией, где крестьянские советы были, молдавские советы... — Спонтанно возникли. — Они так и не появились. — Но спонтанно движение это оформилось. — Движение было, конечно. — Республиканский, как сейчас принято говорить, съезд был. — Губернский, по нашим нынешним понятиям. — Но представительства на этом съезде, они пытались, вы знаете как, по-настоящему они пытались только в январе, приблизительно 19 января, они должны были провести и губернский съезд крестьян, а потом собрать вообще губернский съезд всех советов. И они бы могли это сделать, но вы понимаете как, они опоздали. Притом власть действительно большевиков начала усиливаться по-настоящему только после того, как они взяли власть в Петрограде. — Но на местах этого не было. — Но на местах это все продолжалось. Ведь когда мы говорим о гражданской войне, мы должны сами понимать, что гражданская война поэтому и продолжалась два с половиной года, потому что часть России не была большевистской. Ее надо было убедить сначала словами, декретами. — Еле силой оружия. — Еле силой оружия. Давайте посмотрим даже Украину. Была, значит, Украина народная в Киеве, потом была советская в Харькове. — А потом началась батьки-вчина. Что не атаман, что не местный, там и своя валюта, и свои там... — И в данном случае я говорю, вот Левит очень ясно показывает, что последний раз собираются они, советы, значит, губернский и кишиневский, и они что требуют от власти? Они не хотят свалить, как у нас говорят, что вот они уже воевали против свату целей. Наоборот, они пишут, посмотрите, это же написано, это чисто документ, да? Они требуют от свату цели, чтобы они удалили недемократические элементы, да? — Опа, стоп. И вот тут мы подходим к главному ответу на вопрос о легитимности. Создавали это одни, это революционные, назовем их так, солдаты, крестьяне, молдаване. А потом туда стали проникать некие, как они же называют их элементами, этих людей удалять от власти и кооптировать, не избранных никем, вот этих вот. И именно эти люди потом предадут свою собственную страну. — Ну, это было по-разному, но вы правы, что этот комитет, вы понимаете, как и советы, в советы же тоже попадали огромное количество. — Всякие, да. — Меньшевики попадали, вроде они согласны, потом они отказались. — Ну, те, вот та часть позорного того голосования, когда в страну, я же помню, сколько их осталось. — Поэтому вопросу надо провести отдельную передачу, мы сейчас не успеем. — Ну, сделаем. — Давайте сделаем в продолжение, вот сегодняшнего. Я просто хочу обратить внимание, чтобы вы поняли, что происходило до декабря. — Да, то есть мы говорим... — То есть, грубо говоря, кто создавал Молдавскую демократическую республику, создавали народ в огромном количестве, воодушевленный. — Конечно. Крестьянство участвовало, интеллигенция участвовала. — Поэтому это назвать нелегитимным нельзя. — Нельзя. — Бат, но. — Да. — Но при этом надо помнить, что созданный сват Уцерий очень быстро деградировал, эволюционировал, и в конце концов закончилось предательством. Этих идеалов, с которых начинали. — Вы бежите впереди, а я хочу сказать самое главное, какие документы были приняты. Для меня это тоже близкая тема, потому что, в принципе, я являюсь тоже ученым, который занимается именно проблематикой 20-го года. — Так я сказал, что, наверное, один из самых лучших специалистов. — Давайте мы отделим и посмотрим, что реально случилось. Значит, сват Уцерий собирается 21 ноября на заседание, начинает принимать законодательство. Все там идет о молдавском государстве, о молдавском языке, о молдавской республике в составе федеративной будущей России. То есть, аппаратизма там нет. — Внимание, в составе? — В составе. Потому что молдаване, хотя они имели какие-то, значит, злость на монархию и одно другое, но все-таки к русскому народу они относились положительно, и они хотели быть в составе, значит, большой России. И это показывает документы. Их этих документов около... — То есть, это не чита фантазии и фальсификации? — Нет, это исторические факты. — Это факт. Здесь просто мы в советское время с вами как? Изучали трактовку советскую, что вот это совет решили, и поэтому вот в конце концов сват Уцерий предал, потому что они пошли в Румынию. — Да, конечно, тут другое, тут вырисовывается совсем другая картина, как вот ты рассказываешь, Виктор, сейчас, что сват Уцерий первоначально, это не была вот эта клика и все, это был народ. — Народный парламент. — Народный парламент. — Народный парламент, да. — Сначала. — Но политики, как всегда... — Но потом что происходит? Дело в том, что 28 ноября Россия выходит из войны, а 28 ноября между Германией и Румынией, которая остается здесь на Румынском фронте, подписывается перемирие. — То есть Румыны, проиграв эту войну, подписывают перемирие, они проиграли. — Внимание, стой, Виктор, я почему? Вот я сейчас от имени телезрителя, я говорю не как я там, кто я такой, я говорю о простом, вот я обыватель телезритель, я пытаюсь понять, что происходит. И я, как бы, рассуждали вот так по-народному, по-простому, я начинаю понимать следующее. Значит, начинается переворот в Петрограде, отсюда все пошло. Дальше. В стране начинаются волнения и анархия, где анархия, появляются какие-то самостоятельные центры власти, кристаллизуются, коагулируются. В это время соседняя Румыния, значит, не имея поддержки от царской России, вынуждена... Нет, бывшей царской России, а ныне демократической России. Нет. Ну как нет? Подожди ты. Это же происходит... Дайте я скажу. Стой, это происходит в семнадцатом году. Хронологически дайте я вам расскажу. В семнадцатом году это происходит. Да, согласен. Ну вот, значит, мы приходим к тому, что Румыния, не имея поддержки, грубо говоря, белый флаг выкидывает немцам. Правильно? Да. И все. И вот с этого момента масса тех же молдавских крестьян и военных уходит с этой территории и возвращается домой. Да. Я правильно? Да. И в том числе и из Одессы возвращаются по домам. Вот это очень важный момент. Это момент, предшествующий созданию Молдавской демократической республики. Правильно? Да. Точка зрения простого телезрителя. Хронологически. Очень коротко. Значит, солдатские силы собираются 20 октября. Они начинают создавать свату церей. 25 числа ночью на 26-е в Петрограде состоялась большевистская революция. Один из первых декретов большевиков о выходе из войны. О мире. Все мы помним. О мире. Да. Это первый декрет. О праве народа в России, значит, о правах народа в России. Где говорится о самоопределении и о праве любого народа выходить даже из состава России. И с этого момента? И с этого момента начинается развал и дальше фронта. Когда Советская Россия выводит с фронта свои войска, вот с румынского фронта, а он составлял 80 на 20, 80 процентов российских войск и 20 процентов румынских. И когда... И эти российские, очень многие молдаване. Конечно. И когда... И украинцы, и другие. Ну, понятно. Но наших много было. Когда они начинают выходить с фронта, Россия, значит, Румыния остается одна на один. Она выбрасывает белый флаг перед Германией. И вот после этого момента начинается уже перемирие. И румыны думают, и Антанта думает, что делать, как наказать, как освободить фронт от анархии, от большевиков. И здесь я говорю, что вот Молдавская республика, которая уже создана 2 декабря, она попадает в этот капкан. Какой капкан? С линии фронта. Геополитический капкан. С линии фронта. Как и сейчас. Да. С линии фронта. То есть, за прута огромное количество войск на поездах, пешком, значит, на лошадях, проходит через Молдавскую республику. Они наводят здесь очень страшную анархию. Еще бы. Понимаете? Масса голодных вооруженных людей. Приблизительно 400-500, это полмиллиона солдат, которые проходили в течение месяца. И молдавская... В том числе, этнические, русские, этнические. Молдаване сидали у себя дома, эти шли дальше домой. Да. Кроме этого, здесь реально в Бессарабии мы имеем 3 типа войск. Имеем еще войска, которые поддерживают генерала Щербачева и временное правительство, которое ушло, но они надеются, что они вернут. Как? Раз. Большевиков войска и молдавские войска, потому что формируется молдавская национальная армия. То есть, молдавская армия, которая формирует правительство. Значит, Сфату Церий не просто создал эту республику, но начал создавать государство. Это естественно. Тем более, что Россия объявляет после переработы, имеете право на самоопределение. Кроме этого, надо сказать, когда говорят о легитимности. Надо открыть учебники, посмотреть реально, что абсолютное большинство жудецов, как они тогда назывались. Уездов. Да, они поддержали именно Сфату Церий, Молдавскую республику. Они не поддержали там большевиков, эсеров. Они уже поняли, что власть в Кишиневе. И именно надеяться уже надо на эту власть. Кроме этого, надо сказать, что когда начинается анархия, видя, что молдавская армия была слабой. Было приблизительно 8-9 тысяч солдат. То есть... Скажем так, из того огромного количества крестьян, которые с фронта вернулись домой, только одна малая ничтожная часть, вот эти 8-9-10 тысяч, это были в составе армии официальной молдавской. Все остальные сели дома. Больше того, я вам скажу, что часть этой молдавской армии была, значит, на Украине, то есть в Одессе, то есть она еще, она приехала, она еще не вернулась домой. Здесь самый большой натиск был с этого румынского фронта, потому что Россия, Советская Россия, в первую очередь, с этого фронта сняла войска. И молдаване, возвращавшиеся из состава русской армии, возвращающиеся из-за прута домой, это была очень большая часть. Да, и у них был... Потому что они их на фронт посылали, а не в Одессу. Здесь был выбор. Они же тоже запутанные, да? Некоторые согласились сразу, что вот есть Молдавская республика и так далее. Другие просто пошли домой. Они не хотели вмешаться. Их было большинство. Их было большинство. Они поселом и так далее, и они надеялись, что вот получат землю, потому что все видят, все партии говорят о земле. И все они надеялись. Потому что эсеры и большевики обещали землю, почему нет? И давайте ясно скажем сегодня, честно, что все-таки советы, большевики получили большинство в советах только после 15 декабря. То есть 15 декабря этот Милешин, да, он получает власть, он становится во главе этого совета, значит, губернского. Но сюда, повторяю, ему подчинялись только ось около 17 советов. И какие это советы? Вот здесь нужно... То есть, чтоб возникает как бы двоевластие. С одной стороны, до этого, до прихода к власти большевиков, создается под самый занавес вот этот сфатус церей, раз. Причем легитимно, народ, за и все такое. Но после переворотов появляется уже большевистский центр, правильно? И получается двоевластие. Безусловно, двоевластие. Оно двоевластие на первом этапе, значит, было слабым, на втором этапе это двоевластие усиливается. Но нужно сказать, что если смотреть реально о представительстве, мы с вами говорили, заговорили, да? Представительства в этих советах не было. И я вам скажу почему. Потому что большая часть совета была основана на базе российских войск, то есть русских воинских частей. Их было тут как таковых мало. Посмотри, реально было мало, вернее, не мало, их было многовато, но у них представительства, значит, среди населения все-таки не было. Скажем так, они представляли только проходную часть, которая пришла и ушла, а не местное население. Они больше представляли все-таки центр, чем местное. И поэтому они в селах, они не знали языка, они в селах, в принципе, не очень могли, значит, говорить и обсуждать, и, значит, выдвигать свои идеи. Посмотрите, и советы, как они называются, они называются советы солдатских и рабочих, значит, советов, депутатов. Они так и называются в литературе. И Левит очень ясно здесь признает, что эти советы, безусловно, что они имели очень малое влияние. Они влияние. Да. Исходя из их состава социальной базы. Милешин, руководитель совета, он пишет 26-го числа декабря, пишет, значит, в Петроград, пишет письмо, где оправдывается, почему он не может взять власть, и где он говорит, что мы вынуждены пока подчиниться этому временному, вернее, парламенту, свату церей, потому что он выглядит у нас как единым социалистическим. То есть он для нас не является пока врагом, мы просто с ним дискутируем. То есть тот свату церей, в том составе, еще не было противостояния. Еще не было большого противостояния. Тогда мы сделаем так, вот ты вот как поднял руку, передачу, договариваемся, дорогие телезрители, вот сейчас мы жмем руку, следующую передачу, программа «Оппозиция» делает исключение, делаем две передачи. Подряд, да. Потому что тема очень важная, злободневная, и перед нами человек, который тоже великолепно владеет этой темой. Большое спасибо. Здесь надо вашему телезрителю сказать очень ясно. 2 декабря 1917 года была создана Молдавская демократическая республика, и вот историки, солидные наши, они считают, что именно в тот момент происходит возрождение древней молдавской государственности. Потому что все символы, да, все, значит, символы власти. Вся народная память и традиции. Безусловно. Она выражалась в этой республике. И документы исторические очень ясно это показывают. Мы не можем это замолчать. Это очень важный символ вообще современной молдавской государственности. Мы об этом с вами поговорим в следующей передаче. Спасибо большое. Еще раз спасибо. Дорогие соотечественники, у нас в гостях был Виктор Степанюк, доктор истории, государственник, человек с большим опытом государственного строительства. И я думаю, что наше общее решение о том, чтобы продолжить эту передачу, посвященную этой теме, следующая авторская передача «Позиция» будет с Виктором Степанюком. Спасибо за внимание. Знать историю необходимо, потому что без знания истории в голове начинается сумбур. И, как говорил профессор Преображенский, что бардак и разруха начинаются с головы. Ну что, спасибо за внимание. Желаю вам счастья и успехов. До новых встреч. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин